Беларусь На момент референдуму Криминальный кодекс праду гледжу по сбавлению воли на максимальный термин до 15-ти годов. У Снежни 1997 года было уведено пожитёвое зневоление як выключное меропокарание. У обо двух выпадках фактична говорка идея об альтернативах смертного покарання. Выники социологичного доследования 2014 года, проведенного Департаментом маркетинговых и социологичных доследований группы компаний САТИО, показали, что ставление грамадян Беларуси до проблемы смертного покарання изменилось в паравнании с передым референдумом 1996 года. В социологичном опытвании принимали у дел грамадян Республики Беларусь разного пола, взросла, местопроживания, веровызнания и социального становища. Гэта колькасная доследование проводилась методом особистых интервью по месту жухарства респондентов. Тратина опытанных беларусов выступая за выкаристание смертного покарання, аналогичная колькас выказалася супрать. Неполная тратина респондента Украины лечить махчимым захаванне и выкаристанне смертной акары только при пэлных умовах. 57,3% опытанных аргументуют своя становчая ставлення до смертного покарання тем, что гэта равнасильная мера покарання здейсненному злачинству, справедливая отплата, в той час, ягле от 37,2% пожитёвое зневоляння неоправданное марнованне державных сродков. 34,4% опытанных упэвненны, что смертное покарання найбольший дейсный способ пазбавлення от злачинцев. А кроме того, 19,9% респонденту перакананны протяглая пазбавлення воли не сдольны изменить неволянного. 90% улежит, что наявность смертного покарання аптымальны способ рагуливання грамадства. Какие аргументы опытанных грамадзян Республики Беларусь супраць мяроднага покарання? 38,8% опытанных перакананны, что не держава даёт человеку житё, а гэта значыць не ёй яго отбираць. 35,7% лічыц судовую систэму недасканалай невыключанная рызыка судовых помылок. С 1971 по 1985 год по справе Михасевича было незаконно осуджено 13 человек, а один з них, Миколай Терэня, был расстрелянным. 25,7% респондента улежит, что ясно ведь инши и не менш жорсткие меры покарання. 13,9% опытанных грамадзян суперживают своякам покарання, яким не поведомляется про дату и место покарання, а так само про место поховання, отповедно, тело не выдаётся. 10,8% уповнены, что смиротное покарання – неэффективная и неоправданная мера покарання. 7,3% допускают махчимость зло выживанием смиротным покаранням офицейными особами и судом. Тая школькасть респондентам показывает на тое, что религийные каштонности суперэчыць выкрыстанню смиротного покарання. Важно подкреслить, что весь процесс выкрыстанья высшейшей меры покарання в Беларуси покрыты завесой секретности, увольным доступением о полных статистичных дадзянных про колькасть, приведенных у выкананья прысудов. Таким чынам не уявляется махчымым бачить полную картину того, что отбывается, и оценивать ее у полным объеме. С 1997 года правооборонцы Центр Весна активно выступает за скасаванья смиротного покарання у нашей краине. В 2009 году по инициативе трех организаций была створена кампания правооборонцы супраць смиротного покарання у Беларуси. Якая денничая, ибо гэтый день. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова